Эй, йоу, всем привет, с вами я, Рома, и это уже третья серия пути Бизнесвумен, где наша основная цель купить бизнес с доходом от 200 тысяч рублей. Но помимо этого, перед нами стоит еще куча разных целей, а играю я на сервере Блэк Раша, и ты можешь скачать игру именно по моей ссылке в описании. Это самая актуальная версия игры, без вирусов и багов. Залетай на 11 сервер Индиго, и при регистрации на этом сервере вводи мой ник Роман Виндета и лучший промокод на сервере хэштег Виндета, за который теперь, напоминаю, вы получите скин скелетона, BMW F90, кейс и золотую випку на 12 часов. Желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем, погнали! Лора все круче становится, вот чисто на расслабонщики в тачку прыг и поехали дальше проходить хэллоуинские квесты. Не тут-то было, походу вся деревня пропала, а хэллоуин закончился. Жаль, придется только честными путями зарабатывать деньги, а то мини-игры были очень читерными. Тут же, по возвращению на спаву, наша юная мисс захотела поработать водителем автобуса. Не часто же такое зрелище увидишь. Правда, прав на автобус у нее нет, но это легко исправить. Ааа, какой-то коп на бэхе решил меня запаковать. Лора, беги, родная, давай! Оп, самое время выйти из игры. Зашел чуть позже, и начинаем экзамен на категорию Д, и успешно все получается с первого раза. Походу, она все же научилась водить. Наконец, беру автобус, для начала вводим капчу, и тут же выбираем первый маршрут, и, надеюсь, тут платят достойно. Потихонечку, с каждой меткой, все больше денег зарабатывает Лора на свой будущий бизнес. Все, походу ей, и мне в том числе, надоело. Круг проехали, и на этом хватит. На счетчике заработка почти 9 тысяч рублей, могло быть и больше, хотя бы 5 лямов. Ну что это за копейки? Опять меня этот коп настиг, но я не успел среагировать, и теперь бегаю за ним в наручниках. Посадить он меня в машину не может, потому что не на служебной, что нарушает любые правила, но под угрозой оружия бедной Лори все же пришлось сесть на питбайк. Ну все, крымты, 25 минут сидеть в этом гребаном обезьяннике. Не в том, что-то ты мести, бэйба, ой, не в том. Надеюсь, к ней никаких уголовников не подсадят, а то будет полный трэш, докопаются еще. Нет, только не это, тюрьма, что-то совсем по кривой дорожке все складывается, ну как же так? О, я перезашел и почему-то оказался на спавне, но время заключения также и осталось. Странно это все. А вот и срок кончился, и меня телепортировало к тюрьме, хотя я был на спавне. Очень странно это все. Ладно, уже третий уровень есть, можно прикупить себе ремок с лопатой и кладоискатель для, сами знаете, какой работы. Мопед пропал, тачку угнать не получилось, перезаходим. Не доехала что-то наша героиня за своей машиной, под текстурами оказалось, после того, как какой-то неадекват сбил ее как кеглю. Попрошу сейчас у админов заспавнить меня в Арзамасе, надеюсь прокатит. О да, админ, ты лучший, тебе воздушный поцелуйчик от лоры, и теперь можно и с Пантелеевичем познакомиться поближе. По пути надо по-любому заправиться, работа на разъездах, вся в делах, бизнесвумен хреново. И берем у Пантелеевича задание, осталось только поехать в нужную зону и найти там все клады. Велкам, теперь будешь клады тут искать, работа в целом и не очень-то и пыльная. Подбегаем к кладу, чтобы он был не дальше 10 метров, прописываем команду дик и начинаем искать клад. Дальше следующий, и так пока не найдем 5 кладов. Все, вот и последний, и получаем почти 16 кабачей всего-то за минут 7. Это явная работа получше, чем водитель автобуса. Лора, ты за нее обязательно держись. Все, едем на следующий заход, берем заданицы и то же самое место мне выпадает. И на этот раз после 5 кладов заплатили всего-то 13 400 рублей. Не ценят тебя, детка. Пришло время сменить грязные шмотки Лора и одеться поприличнее. Что за нахуй тут происходит? Вот, по-моему, это дешево и очень подходит под темперамент. Посмотрите, какая сутка. Да что это такое? Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вай-вай-вай, какая походочка. О, она. Еще очки под настроем, все. Теперь можно парней разводить только так. Но еще бы с таким бампером. Вы думали, я пошутил? Подвези. Куда? Да, Мэри. А у тебя есть девушка? Нету. Хочешь, я буду. Если че, это не моя тачка, а друга. Так с этого и надо было начинать. Нет, только не это. Вот это я понимаю карма. Надеюсь, Лора, теперь ты поняла, что крутая тачка еще не означает богатый. И на этом уже третья серия за все еще прекрасную даму подходит к концу. Если тебе понравилось видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. И напиши любой комментарий, ведь это очень помогает продвижению канала. А я с вами не прощаюсь. Можете посмотреть предыдущие и будущие серии этой рубрики в конечной заставке. Всем удачи!